Меня очень многие просят прокомментировать каким-то образом и в письмах, и на форуме убийства Гиви. Видите ли, я не считаю возможным сейчас, когда всё ещё не остыло, и когда человек достаточно мученической смертью погиб, в общем, сгорел заживо, выставлять ему какие-то моральные оценки, по принципу, был ли покойный нравственным человеком. Если это русский мир, вот то, что творится сейчас на Донбассе, то это не мой мир. И я бы считал клеветой русофобии, клеветой на русское сознание, считал бы приписывать ему свойства русской души, русского характера. Тут ничего, мы такие добрые, что всех вас сейчас убьём, это штамп, который к русскому миру не имеет никакого отношения. Можно только ужасаться тому, что там сейчас происходит. И думать о масштабах расплаты, национальных в том числе, а масштабы этой расплаты могут оказаться чудовищными. Мы не представляем их себе, потому что для кого-то отрезвление будет очень горьким, это будет просто трагедия, ну а кому-то придётся отвечать за всё это вполне серьёзно. Потому что всё хорошее, что могло быть сделано в российской истории, могло или не было сделано. Все надежды, все иллюзии были крест-накрест причёркнуты. Сначала Крымом, потому что именно Крым начал Донбасс. Вот я не принимаю этого разделения, что февраль хорошо, октябрь плохо. Конечно, Крым – это начало Донбасса, это первый этап, первая ступень ракеты. Мне совершенно очевидно, что и Донбасс тоже будет впоследствии очень мрачной вехой в истории нашего развития. И вот когда Лев Пирогов пишет, что вот именно после Донбасса стало ясно, мы нация, мы есть, мы всегда здесь будем, это совершенно чудовищный wishful thinking, выдача желаемого за действительное. После Донбасса стало ясно, что слишком долгое нежелание России присмотреться к себе и понять себя привело вот к этим патологическим абсолютно проявлениям. И мне кажется, что это не столько даже ошибка, не столько чья-то злая воля, сколько это гигантская национальная трагедия, масштаб которой, еще раз говорю, мы будем оценивать многие годы. Когда-то нам покажется, что мы жили в великие времена, но великого у них было только масштаб, масштаб ошибки, масштаб поражения. Это, конечно, чудовищно. То, что это началось и вряд ли когда-нибудь уже теперь при нашей жизни остановится, а если остановится, то все равно будет между нами всеми стоять, как труп непогребенный, это, по-моему, достаточно очевидно. Это был тот самый случай, когда Россия даже не с европейского, европейский путь мне тоже представляется не единственным и не универсальным, а именно со своего пути соступила в черное болото, в черную бездну. И как долго нам будет эта аукция, я себе представить не могу, и сколько еще крови там будет длиться. И главное, сколько отвратительных черт полезло из людей, которые внешне были абсолютно, ну, как белыми и пушистыми, или во всяком случае нейтральными. Сколько чудовищных превращений мы наблюдали, и превращений, в которых обратного хода нет. Поэтому, с одной стороны, конечно, хорошо, что все стало видно и наглядно, а с другой, вот такой образ русского мира, который мы увидели, долго еще нам будет являться в страшных снах. Долгий, достаточно большой вопрос от нашего слушателя, который как раз из Донецка. Я попробую потом, Саш, подумать и ответить насчет астонизированных персонажей, которые не убивают злодеев, насчет, так сказать, соотношения рефлексии и готовности к действию. Но это подробно рассмотрено у Тургенева в статье Гамлета Дон Кихот. Владимир Путин выразил соболезнение турецкому президенту в связи с гибелью нескольких турецких военных в Сирии. Это подтвердили в Кремле. Трое турецких военнослужащих стали жертвами непреднамеренного авиаудара российской авиации, сообщили в Москве. Инцидент для Хамазонки. Нашли канадца, который пропал еще пять лет назад. Семья Антона Пилипа потратила годы на поиски молодого человека, который страдает от шизофрении, пишет Дейли Мэй. Бразильский полицейский обратил внимание на молодого человека с босыми ногами, в грязной одежде и без документов. Пилип прошел через десять стран. Молодой человек утверждает, что хотел добраться до Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе в Аргентине. Другое дело, что Слуцкий, конечно, пишет не просто потому, что он тренируется и не только потому, что он разрабатывает руку. В основном он пишет потому, что он таким образом загораживается от безумия. А это безумие его изводило очень долго. И связано оно было не только с последствиями контузии. Это не только было связано с тяжелейшей личной трагедией со смертью жены Тани. Это было связано не только с разочарованием в коммунизме, а он был коммунистом и политработником довольно упертым. Это было связано просто, я думаю, с сознанием человека, который пытался быть добрым, Бродский называл «добрый борух», в кошмарах XX века. Сам по себе XX век способен свести с ума. Вот я две недели назад в Штатах встречался с очень мной чтимой Лией Гринфельд, замечательным русским поэтом, но она эмигрировала и там вместе с семьей, и там превратилась в знаменитого историка и социолога. Вот её книга «Mind, Modernity and Madness», «Сознание безумия и модерн», она есть, кстати, по-русски. Вот в этой книге она подробно исследует корни безумия XX века, увязываясь с национальными проблемами, с региональными и так далее. Корни безумия. Вот Слуцкий всю жизнь заслонялся от безумия XX века, потому что быть в XX веке нормальным – это уже до некоторой степени предательство. Тот, кто в XX веке не сошёл с ума, тот просто никогда в этом уме не был, никогда его не имел. Поэтому вот заслоняясь от безумия, отгоняя его, он писал постоянно, и это для всех нас замечательный урок. Только надо найти свою интонацию и бесконечно её разрабатывать. Из стихов Слуцкого, я думаю, по крайней мере сотня, при самом строгом отборе в Золотой фонд русской поэзии попадёт. Ну, поговорим теперь о проблеме одиночества в мировой литературе. Я вот как раз сейчас в паузе задумался. Ведь действительно, в чём отличие русской литературы от мировой? Русская литература имеет очень большой навык превращения проблемы в достоинства, трагедии в предмет для гордости. И на протяжении последних лет русской истории, хотя литература, в общем, и пребывает в некотором загоне, эта способность никуда не делась. Русский писатель, я много раз об этом говорил, начинает текст, борясь со своей проблемой, а потом провозглашает эту проблему своим великолепным достоинством, начинает её оправдывать очень серьёзно. Вот что происходит с проблемой одиночества в русской литературе? Три аспекта я бы здесь выделил по школьной привычке. То, что касается одиночества любовного, любовной тоски, это русская литература ничем не отличается в своей трактовке от мировой. Потому что русской литературе хватает социальных проблем, и о любви она говорит гораздо меньше. Да и вообще есть вещи поважнее любви. Всегда всё происходит на фоне очень острой социальной катаклизмы, социальной проблемы. Потому что вот уж чего в России хватает. Как замечательно помню, сказал Аронов, когда нас Сталин отвлекал от ужаса существования. В стихах памяти Ахматовой всё время что-то отвлекает от ужаса существования. Второй аспект с одиночества экзистенциальный. И вот здесь как раз проступает замечательная особенность русской литературы. Она считает одиночество очень позитивным признаком. То есть герой состоялся в тот момент, как ему наскучили прежние занятия, как он порвался прежним окружением. Стал одиноким, значит перерос. Одиночество у русской прозии это свидетельство духовного роста, духовной победы, если угодно. Вообще некоторый культ отшельничества, одиночества, ухода, попытка справиться с похотью, как таковой, и похотью тщеславия. Это и отец Сергий. Как ни странно, черты этого же одиночества довольно легко обнаружить у Онегина. Потому что, мне кажется, становится, потому что если человеку что-либо надоело, во всем случае в русской литературной традиции, значит он оказался выше этого. И поэтому советская литература, и русская, и в особенность советская, это литература изгоев, литература, которая ценит выпавших из гнезда, выпавших из тенденций. Отсюда культ лишнего человека. Причем лишним часто оказывается и лучший, как, например, Печорин. А вообще, чтобы начать движение, надо сойти с поезда, говорит Пелевин. И поэтому для русской литературы тот человек, который сошел с поезда, это некоторое начало перерождения. Вы посмотрите на героев Горького. Его знаменитые босяки – это люди, отвергнутые обществом. В сущности, тоже одиночки, скитальцы. Но он-то полагает, что не они, то есть не их отвергли, а они отвергли. В частности, там есть и автопортрет, вот этот мрачный парень в соломенной шляпе, который обещает за удар в лицо ударить кирпичом по голове. И тут Горький и сам одиночка. И вот в экзистенциальном плане для русской литературы вот то одинокое человеческое существование, выход из круга повседневных проблем, выход из ряда – это начало жизни, начало роста. Но есть еще третий аспект, который мне представляется самым интересным. Это аспект социальный. Ну вот как у Киркигора была эта иерархия, где внизу была эстетическая, а наверху религиозная. А многие, кстати, ее переворачивают, и тоже получается очень интересно. А вот мне кажется, что социальное в русской литературе наверху. Оно самое главное. Почему? А потому что, вот внимание, в русской литературе имеет настоящую ценность то, что способно повлиять на жизнь общества. А это общество настолько инертно, настолько болотисто, настолько вяло реагирует на все, что именно изменить жизнь – это серьезное достижение. Вот Горький, характеризуя Ленина, говорит, что лучшее его качество – это он помешал жить миллионам так, как они жили до этого. Так вот, одиночество в России, в русской традиции, имеет тот социальный смысл, что из одиночек начинают формироваться новые поколения. Или, как точнее сказал еще Достоевский в «Подростке», «из подростков создаются поколения». А кто такой подросток? А вот это именно одиночка. Он одинокий, потому что быстрый рост вырвал его из среды, из традиций, из семьи. Русская литература любит таких одиночек и любит показать, как из этих одиночек созидаются новые общества, новые люди. Строго говоря, с одиночества в русской литературе начинается не столько личностный, а не столько религиозный, сколько, как ни странно, социальный рост. Потому что, например, «Воскресенье» Толстого – это списки сумасшедшего Толстого, не путать с гоголевскими. Это социальный текст. Ведь там он говорит, я показываю вам выход из горящего дома, а вы говорите мне, что я сошел с ума. Именно указывать пути развития общества, организовывать великие протесты, бунты, начинать какое-то пробуждение массовое должны одиночки. Вот обратите внимание, у Чернышевского Рахметов абсолютно один. За ним стоят какие-то люди, но он для них гуру, а равного у него нет. Абсолютно одинок Базаров, потому что он окружен эпигонами, прихлебалами, дураками. А равного ему нет, а когда появляется равное, одинцово, они в уши бегут друг от друга. С одиночества, с преодоления возрастных, поколенческих, социальных границ начинается в русской литературе рост. И вот поэтому, когда вы спрашиваете меня таких вопросов довольно много, каким образом следует с одиночеством бороться, а я вам скажу, что с ним бороться не надо. С ним, наверное, надо жить. Надо понимать, четко сознавать, что ваша сегодняшняя неспособность уживаться с людьми – это не социальный аутизм с вашей стороны, нет ничего подобного. Это просто исчерпанность всех парадигм. Я сегодня по-настоящему уважаю того, кто не может ни с кем общаться, потому что общение, вот очень часто, понимаете, это заполнение пауз болтовнёй. Это, ну, как вам сказать, вот наши ночные с вами эфиры, для меня, во всяком случае, они дают мне очень много именно потому, что это возможность говорить о том, что меня волнует реально. Но обратите внимание, программа-то называется «Один», потому что единственный способ говорить о том, что тебя волнует, это говорить в одиночестве, наедине со всеми, но как бы не вступая в диалог. Вот как это ни ужасно. Но у нас есть с вами какой-то диалог, там я отвечаю на письма, на вопросы, но боюсь, что работая в режиме диалога, мы бы тянули одеяло каждый на себя и услышать друг друга мы были бы не способны. Истина начинается с одиночества. Вот это, мне кажется, самое точное. То есть я ненавижу одиночество в человеческом смысле, мне надо, чтобы кто-то был рядом, но вот единомышленников грешным делом я не люблю. Мне нравится, когда я ни с кем не согласен. Поэтому я вам желаю удачной семейной жизни и при этом глубокого внутреннего одиночества тогда, когда вы остаётесь наедине с собой. А мы с вами в очередной раз услышимся через неделю.